На железной дороге играть нельзя ни в коем случае, не подвергая свою жизнь опасности. Договорились? Зацепился за поезд следующая остановка смерти. Вразумить подрастающему поколению простые истины сотрудники вокзала пытаются различными способами. Сегодня они раздают памятки о правильном поведении на вокзалах и проводят профилактические беседы. Со следующей недели будут транслировать социальные ролики в кинотеатрах и сельских клубах. Основными причинами травмирования граждан, несовершеннолетних граждан, являются поражение электрическим током. Электрический ток на Горьковской железной дороге 27 тысяч вольт составляет. То есть даже не нужно приблизиться к нему так близко, и человека может поразить током. Соответственно, исход летальный. Стремительно набирает популярность в России движение зацеперов, или как иначе их еще называют трейнсерферы. Молодые люди ездят на поездах сзади, спереди и даже наверху. При этом фотографируют или снимают себя на видео, чтобы потом выложить ролик о своем опасном псевдоподвиге в интернет. Зацеперы рассматривают трейнсерфинг как один из экстремальных видов спорта. В социальных сетях они создают десятки групп, куда входят любители покататься не в вагоне, а на крыше поездов. И лишь единицы отдают себе отчет, чем это для них может обернуться. Так, например, чуть было не стоило это дело жизни 16-летнему казанцу, который залез на крышу железнодорожного состава. Его ударило током. С травмами медики доставили подростков в больницу. Психологи же объясняют поведение зацеперов аутоагрессией. Это подобно косвенному суициду. Толкают несовершеннолетних на этот шаг несколько факторов. Желание самоутвердиться, одиночество и непонимание в семье. Хотелось бы обратиться к родителям, что железнодорожный транспорт это не место для игр детей. Соответственно, чтобы они проводили какую-то работу с ними, беседу, знали их местоположение. Падение с поезда на скорости 60 км в час равносильно падению с 20-метровой высоты. Для сравнения, это восьмиэтажный дом. Мало кто над этим задумывается. Не останавливают экстремалов от опасных действий и штрафы. Ведь одни незначительны, всего 100 рублей за проступок. Да и на чужих смертельных ошибках никто не учится. Как итог, шестеро погибших подростков в этом году. Еще восемь могут остаться инвалидами.